Пассифлора Добрый день! Это растение называется пассифлора. Пассифлора или страстоцвет является тропической лианой, но выращивается в качестве комнатного растения. Обладает очень необычными цветками, за которые и ценится среди садоводов. Известно огромное количество различных видов и сортов. Кроме того, плоды не что иное, как маракуйя, известны всем экзотических фрукт. При выращивании растению обеспечивают доступ солнечного света, так как пассифлора очень цветолюбива. Ставя горшки на южные окна в очень жаркие дни, растение необходимо притенять. Цветок предпочитает высокие температуры воздуха до 24 градусов, но в очень жаркую погоду помещение проветривает. Проветриваем нужно быть осторожным, так как пассифлора не переносит сквозняков. В случае повышения температуры листья могут желтеть и опадать, а цветение будет скудным. Зимой растение содержит помещение, где поддерживается температура воздуха около 16 градусов. В случае отсутствия возможности хранить в прохладном помещении в течение всей зимы, лучше выращивать растение как однолетник. Пассифлора требует обильного полива, который зимой сокращают до одного раза в 8-10 дней. С весны до осени растение необходимо периодически опрыскивать водой. Процедуру опрыскивания производят в то время, когда солнечные лучи не попадают на растение. В зимний период времени опрыскивание в зависимости от влажности воздуха. В период с весны до осени подкармливают органическими или минеральными удобрениями. Зимой в подкормках не нуждается. Подкормки осуществляют раз в неделю. Осенью после отцветания длинные побеги после флоры обрезают. Укорачивать растение можно и весной перед пересадкой, в результате чего появятся молодые побеги, на которых формируются новые бутоны, а значит будет обильное цветение. Каждую весну пересаживают. Выращивать можно в открытом грунте в качестве однолетнего растения или в контейнерах, которые на зиму заносят в помещение. На открытый воздух выносят весной после того, как минует угроза заморозков. В случае выращивания в саду, тассифлора нуждается в надежной опоре. Размножают черенкованием или семенами. Семена перед посевом замачивают в воде примерно на сутки. Вымоченные семена сажают в питательный субстрат под стекло или пленку. Ящички с семенами ставят в теплое место. Сеянцы необходимо периодически поливать, не допуская пересыхания почвы. Стекло или пленку время от времени снимают, а после появления всходов пленки убирают насовсем. Ящички с проросшими семенами ставят в светлое помещение. Всходам необходим солнечный свет в течение 12 часов. Выращенный из семян тассифлора зацветет через 2-3 года. Черенки укореняют в субстрате при температуре воздуха в помещении равной 25 градусам. Уход за черенками сводится к регулярному поливу и опрыскиванию. Для лучшего укоренения черенки можно накрывать полиэтиленом, который периодически снимают для обеспечения вентиляции воздуха. Укоренять черенки можно в воде. Примерно через месяц черенки можно высвить в горшки с питательной почвы. Цветение пассифлоры, выращенное из черенков, начнется на следующий год. Пассифлора может страдать от таких вредителей, как паутинный клещ, трипсы для щитовка. Часто поражают нематоды. Всего доброго, успехов и до свидания!